Славянский район и город Славянск-на-Кубани уже пять дней живет в режиме чрезвычайной ситуации. Глава муниципалитета Роман Синеговский в связи с природным катаклизмом провел совещание с руководителями предприятий, учреждений, объектов торговли, где призвал их мобилизовать коллективы, технику и помочь районным и городским бригадам восстановить разрушенную инфраструктуру. 23 января в нашем районе был объявлен субботник. А тех, кто вышел помочь Славянску-на-Кубани обрести прежний красивый и ухоженный вид, смотрите в репортаже моих коллег. С самого утра на уборку города вышли сотрудники ОСЦ, администрации, образовательных учреждений и депутаты. На улице Красной трудится бригада Николая Садового. На несколько дней он вместе со своими коллегами оставил работу в администрации, чтобы привести Славянск-на-Кубани в надлежащий вид. Выходить на субботник крайне необходимо, тем более в данной стихийной ситуации. Чем быстрее мы уберём последствия стихии, тем быстрее мы вернёмся в нормальное рабочее русло и приступим к работе полноценным. Порядок наводится и на внутридворовой территории многоквартирных домов. Здесь пилят аварийные деревья, очищают от веток проезды, чтобы бригады энергетиков имели свободный доступ к объектам, требующим ремонта. Конечно, нужно проявлять свой гражданский долг и помогать людям очищать территорию от сложившейся стихии. Мы планируем сегодня работать до окончания светового дня. Работа по расчистке территории ведётся и в парковой зоне. В субботнике принял участие весь депутатский корпус во главе с председателем Григорием Литовкой. Это жизненно необходимо. Сегодня поставлена задача губернаторам Краснодарского края и также нашим главой администрации поставлена задача Роману Ивановичу Сенеговскому. В кратчайшие сроки привести наш город на надлежащий вид. Поэтому сегодня на этот клич откликнулись и депутаты районного совета всех уровней сегодня в ЕИКе работают. Сегодня все общественные организации, вплоть до того, что ветеранские организации вышли на так называемый субботник. Думаю, что к вечеру уже мы что-то на основных улицах здесь наведём порядок и пойдём дальше вглубь очищать наши придомовые территории, особенно те подстанции, которые завалили. Я думаю, что к вечеру будет восстановлено нейроснабжение, тепло подадут во все наши дома. В субботнике я принимал честь, потому что я житель города, я здесь родился, вырос и ушёл на пенсию. И вся жизнь прошла в этом городе. И он был красавец, и эта стихия немного подпортила вид. И поэтому я считаю своей честью быть здесь сегодня, помогать городу, чтобы навести опять порядок, и наш город был самый лучший. Работа кипит в обоих округах Славянска-на-Кубани. На улицах трудятся порядка 400 человек. Задействовано более 40 единиц техники. Расчистка улиц будет продолжаться до тех пор, пока вся территория не будет приведена в порядок, сообщил глава Северного округа города Александр Тыщенко. В основном, пока работа ведётся в местах, где сломанные деревья мешают линиям электропередач, где затруднены проезды и проходы. В дальнейшем по всей территории округа будут вывозиться все сломанные ветки. Ситуация пока ещё не исправлена с ветками. Работы очень много. Сегодня выведено дополнительно в три раза больше сил, чем это было вчерашний день. Подключились депутаты, подключились предприятия сегодня к работе. На территории округа работает 12 бригад по спиливанию деревьев, опиливанию веток и последующего вывоза их на свалку. В первую очередь стоит задача восстановить подстанции для запуска котельных и возобновления работы школ, садиков, магазинов и других бытовых объектов, рассказал Александр Тыщенко. Затем бригады перейдут к работе на улицах и кварталах. Ежедневно работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации контролирует глава района. Роман Сенеговский лично объезжает территории, пострадавшие от непогоды. Сегодня первый день, который позволил нам мобилизоваться, чтобы можно было расчищать город и убирать ветки, деревья и все остальное. Потому что наличь сошла. Мы мобилизовали практически все силы района. На помощь пришли техникум, училища, институты, службы лично-коммунального хозяйства. И мне очень приятно, что отозвались руководители предприятий, общественность. И сегодня вышли максимально для того, чтобы навести в город порядок. Хотел бы обратиться ко всем жителям Славянского района, с учетом того, что действительно ситуация чрезвычайная, чтобы каждый остался, как говорится, участным в этом деле, чтобы не осталось спокойных людей, чтобы все вышли на улицы, на свои хотя бы улицы и возле своих домовладений навели порядок. Объем работ предстоит еще немалый. Только общими усилиями, объединившись всем славянцам, удастся в кратчайшие сроки вернуть город и район в прежнее русло. Рузана Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».